всем хорошего дня с вами самоостройщик лёха и сегодня я расскажу как я делал маурлат ну погнали маурлат у меня будет выполнен из брусков 100 на 150 вот они сейчас в кадре перед тем как доски намертво посадить к армопоясу их необходимо обработать и обработать их нужно септиком в данном случае я уже позже узнал что можно изготовить септик своими руками так что в этот раз я просто купил намешал и соответственно сейчас буду все это покрывать доски я покрывал который сейчас видите это для перекрытия второго этажа то есть самого чердака их я покрывал обычным наружным антисептиком а вот сами бруски мурлата у меня сейчас увидите в кадре не появится они зеленого цвета сразу точно вопрос почему зеленого потому что бруски я ложил значительно раньше чем монтировал свою крышу я знал что если обработаю обычным антисептиком дождь его смоет а накрывать такую площадь ну как-то не национально в принципе поэтому было решение просто покрыть сами бруски не вымываем антисептиком который то есть не боится дождей поэтому естественно и цвет такой то есть будет сейчас длинноватый ну вот он застывший армопояс со шпильками дал ему остается две недели с лишним так что в принципе уже можно начинать стелить гидроизоляцию углубляться в тонкости и подробности зачем нужно отделять армопояс то есть бетонное основание кирпичное дерево я не буду потому что так давно уже это все знают ну а теперь вернемся к брускам как видите они зеленого цвета почему но потому что они защищены невымываемым антисептиком который как раз мне нужен ну а теперь осталось самое легкое это поднять эти бруски на самую верхушку второго этажа отвечу сразу на вопрос а не проще ли было заказать манипулятор и поднять всю партию сразу ну как конечно проще если бы москве не брали по 12 тысяч за вызов то наверное бы я так и сделал ну а так если мне на каждый подъем газоблоков досок металла вызывать постоянно технику то в принципе это съезд две моих зарплаты полностью с первой этажа я был катилов на второй и сейчас на втором этаже и их просто подтянул засучим рукава так как сейчас будет настоящая мужская работа ну а теперь осталось из всех возможных которые остались у меня еще силы вытянуть их на второй этаж и положить вдоль всего этажа работа сложная но выполнимая в принципе так как я все это сушил они более-менее подъемные если бы я их поднимал сейчас в том состоянии в которых их изначально привезли то в принципе можно прощаться с позвоночником и на этом моя стройка закончилась последний брусок наконец-то поднят и теперь их осталось поднять только на вершину второго этажа это сделать намного проще так как второй этаж у меня всего лишь два с половиной метра а не три как первый но тут думаю комментировать нечего просто поднимаю бруски на стенке второго этажа но теперь непосредственно приступаю к монтажу самого бруска то есть марлата первым делом что нужно это найти у двух балок середину отпилить ее и сделать на ними косой стык как велит инструкция лобзиком глубоко не пропилишь а электропила еще не вернулась из ремонта естественно все это счет бы придется не пилить вручную ну готово теперь тоже самое необходимо сделать со вторым бруском отмечаю по первому чтобы второй брусок идеально впал в паз первого теперь осталось только наметить будущее отверстие под шпильки я просто положил брусок на шпильки и обвел ну а теперь аккуратно возвращаем брусок в исходное положение беру дрель и просверливое отверстие в принципе здесь ничего сложного нет единственное что нужно учесть что отверстие нужно делать теперь идеально перпендикулярно бруску иначе потом брусок будет очень трудно одеть на шпильке то что вы сейчас видите это я уже делаю от себя везде гидроизоляции где есть отверстие то есть где я шпилькой проткнул саму изоляцию я смазываю битумной мастикой чтоб туда когда будет дождь когда влага будет затекать под брусок она не затекала еще и под шпильку и под гидроизоляцию к армопоясу это я придумал чисто уже от себя так как я выполняю все работы один естественно одеть брусок на шпильке в одиночку очень очень неудобно и сложно отвечаю сразу на странные вопросы так как этот ролик вы сейчас видите значит автор ролика не сорвался вниз шестиметровой высоты но повторять подобное я не рекомендую перед тем как стыковать два бруска то есть сверху должен одеваться второй брусок нужно тоже покрыть антисептиком все эти прорези это очень долго плюс еще нужно подождать пока все это высохнет я решил сделать вариант попроще и намазал все это бутиной мастик вторую часть плясания на бруске мы пропустим переходим сразу к стыковке как видите с первого раза получилось не очень одна сторона легла вплотную автора имеет вот такой зазор но и поэтому чтоб там не копилась влага естественно оба бруска покрыл битумной мастикой теперь осталось балку прикрутить к армопоясу но чтобы шпилька внутри дерева не ржавела я сверху все это покрою опять же битум на всякий случай к месту стыка я прикрутил две пластины естественно при любых сильных соединениях нужно использовать комбинированный способ крепления в данном случае я использовал желтые саморезы и гвозди ну надеюсь всем понятно почему черные саморезы не стал использовать хотя они в три раза дешевле желтых хоть и строю бюджетно но я не хочу что потом от ветра у меня крышу все унесло по большому счету эти пластины не будут играть никакой роли так как бруски держатся к армопоясу болтами а сами шпильки намертво приделаны к армопоясу поэтому в принципе брусок и так никуда не денется но на всякий случай то есть чисто для себя если таких установить но теперь перемещаюсь промежуточном перекрытие но в отличие от марла то я буду делать не косой адрес а ровный так как потом будет намного проще крепить ну а теперь по первому бажу второй и меряю как стык ровно неровно если зазор перед тем как сделать отверстия я соединяю их одним гвоздем что при сверлении доски никуда не разъехались ну а теперь делаю отверстие чтобы можно было наживить шпильку и гайку теперь в пробуренном углублении под гайку и шайбу я проделываю отверстие для самой шпильки очищаю шпильку от малярного скотча и ложу под шпильку гидроизоляцию а и брусок который будет ложиться снизу я насаживаю на шпильку одним концом ну а теперь повторяю все эти действия еще раз делаю углубление в доске под шайбовую гайку в углублении просверливаю буром насквозь под шпильку одеваю гидроизоляцию на шпильку капаю битума для того чтобы скапливалась меньше влаги опускаю брусок на шпильку капаю на шпильку еще раз битума чтобы внутри доски шпилька тоже была смазана битума и не было ржавения и коррозии дерева изнутри но одеваю шайбу и гайкой затягиваю тяну до тех пор где-то на 2-3 миллиметра шайба не вопьется в дерево но в принципе вы это так почувствуете сверху капаю еще битума чтобы гайка и шайба не начали ржаветь преждевременно так как все это конструкция будет длительное время находиться под дождем после закрепления крайней части теперь можно одевать верхнюю часть на ранее закрепленный на центре дома брусок ну то есть произвести стыковку перед тем к соединить две половинки открытые части досок я смазал битума стикой ну а теперь насаживаю верхнюю часть бруска и затягиваю все это гайкой и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подбегаю стык пластиной С помощью комбинированного соединения То есть полугвозди Полужелтые саморезы Ну, мурлан готов С вами был самоостройщик Леха Увы, мы с вами ровно через неделю Всем спасибо, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok